Yuma – децентрализованная платформа финансовых контрактов, которая была создана для обеспечения универсального доступа к рынку путем создания синтетических активов на основе блокчейна Ethereum. Проект Yuma был создан в декабре 2018 года. Монета Yuma предлагает бесценные финансовые контракты. Другими словами, смарт-контракты, которые в случае спора предлагают только предоставление информации о цене на цепочке. Экономические гарантии и сетевые стимулы гарантируют, что пользователи системы в основном будут действовать честно. Но в случае появления злонамеренного участника, спор может быть разрешен через специальную систему Yuma – механизм верификации данных. В сети Yuma 5 основных участников – спонсоры токенов, ликвидаторы, спорщики, механизм верификации данных, держатели токенов Yuma. Сделано на платформе Synthetix и Polygon Ecosystem – это у нас MATIC. Имеет небольшую капитализацию в размере 392 миллиона долларов. Объем у нас почти 13 миллионов долларов. А также довольно живой твиттер. Постоянно постятся новые новости. 7 часов назад была выпущена новость о том, что команда Yuma прибудет на конференцию Ethereum Denver в полном составе. Проведет 4 конференции в течение недели. Потом была новость 11 февраля, 8, 5 – регулярная активность. Что касается графика, данная ситуация очень похожа на то, что когда-то происходило с Терролуной. После бурного роста шла коррекция, далее идет зона накопления, небольшая отторговка, опять коррекция, выход из накопления и полет на Луну. Цена отросла на 1500%. Неплохо, да? С 6 долларов мы поднялись до 105. На Yuma примерно идет то же самое. Идет небольшой импульс, восстановление до начального уровня поддержки. По идее должен быть скоро выход из накопления, а накопление у нас в размере 264 дней, повторюсь, это огромное накопление. Ничего нам не мешает завтра повторить успех Терролуны. Если мы восстановимся хотя бы до этих отметок, то здесь уже 2,5 икса. А также до предыдущего хая, здесь мы уже возьмем до 6 иксов. А если мы выйдем из общего накопления и выбьем все стопы, то там мы возьмем еще больше. Лично я закупался по 10 долларов. Я закупал и по 13 долларов. И закупился на прошлой неделе по цене 6 долларов. И дальше буду продолжать закупать. У меня большие планы на эту монету. Навряд ли нас уже сводят ниже 4 долларов. Но даже если мы дойдем до этих отметок, здесь я вложу уже больше, чем я вкладывал до предыдущих отметок. И скорее всего нас очень быстро выкупят. А теперь запомните главную вещь. Если бы я закупился вот здесь на всю котлету, я бы не смог закупиться на прошлой неделе и вчера из-за отсутствия фиата. Так вот, когда я покупал здесь по 9 и по 13 долларов, а потом я покупал по 9, по 6, по 5, я тем самым усреднил свою точку входа. Даже когда я покупал по 13 долларов в юму, сейчас моя сумма входа составляет не более 8 долларов. Это не касается тех, кто покупает долгосрок и хочет просто забыть удалить приложение с телефона и больше не ходить примерно 2-3 года. Да, это возможно сработает. Но я так лично не делаю. Я разделяю свой бюджет, вкладываю с частями, усредняю позиции, накапливаю свои монетки и когда проекты выходят с накопления, я там уже начинаю фиксироваться. Фиксироваться тоже надо знать когда. Одно дело знать точку входа, но точку выхода тоже нужно знать. Так вот, моя рекомендация на сегодняшний день. Если ты не знал, в какой токен вложиться, с чего начать свой путь инвестора, это отличный вариант для тебя. Помни, что торговать надо правильно. Переходи по подсказке, там я для тебя специально создал видео урок. После просмотра видео урока, ты все поймешь, о чем я сегодня говорил. Вкладывайтесь частично, торгуйте правильно. А на сегодня у меня все. Всем до завтра.